Разрешите начать выступление. Обзор состояния отечественной техники РЗА. Вообще, внедрение микропроцессорной техники в Россию началось в конце существования России, имеется в виду, союза. И у нас были созданы во ВНИИ, тогда я представлял Всесоюзный институт реостроения, совместно с Чувашским госуниверситетом. Три научных коллектива. Один возглавлял профессор Шнерсон, второй возглавлял будущий профессор Лямец, там, Шварцум. Ну и во ВНИИИ коллектив известный релейщик Николай Дони. Я общий руководство этим направлением вел, и мы выполнили на тех еще слабых элементах адаптивную дистанционную защиту 110-330 кВт. Потом шведы, с которыми довелось участвовать, они удивились, что наша адаптация гораздо глубже, чем у них. И буквально на прошлой конференции в Москве, да, в Москве там Айстом докладывал, но они дошли до того, что у нас уже давно пройденный этап. В Чубаксарах на сегодняшний день более 30 кандидатов в наук, несколько докторов технических наук, и есть, самое главное, своя школа. Особенность этой школы я отражу в докладе в конце, а пока хочу сказать, что внедрение микропроцессорной техники в России началось с внедрением зарубежных, серийных, технологически подготовленных устройств. И именно с целью объединения наших знаний и технологий Запада мы создавали вот это предприятие, которое значение названия носило АББ Рили Чубаксар, и потом оно стало АББ Автоматизация. А потом дальше, в общем, название меняется, а суть такая, что мы работали над внедрением устройств, но не просто созданных на Западе, а адаптированных к условиям России и измененных. Сергей Акчпетров и я получили специальные сертификаты фирмы АББ как соучастники разработки защиты, которая потом копировалась в какой-то мере и другими странами, потому что они понимали, что внедрять нужно то, что в России нашло положительный результат внедрения. И на сегодняшний день работы в этом направлении ведутся. На отечественном рынке появились, помимо таких фирм, как АББ, Симен, Дженерал Электрик и так далее, фирмы-производители вспомогательного оборудования, вспомогательного я имею в виду поверочных устройств и других устройств, так или иначе связанных с релейной защитой. Нам за 20-летний период удалось убедиться в преимуществах микропроцессорной техники, выявить системные недостатки, над которыми работать приходится и будем. Ничего нового нельзя внедрить, не столкнувшись с новыми проблемами. Ознакомление с продукцией зарубежных фирм, а наши все, сколь-либо знающие религиозащиты специалисты, участвовали в тот период в наладке, в адаптации устройств, позволило создать уже отечественный продукт в фирмах, которые выросли в Чуваксарах. Это выделившийся из в нейроотдела ЭКРА, это созданное исследовательское подразделение при университете Центр Бреслера. Бреслер – это первый российский ученый в Чуваксарах, кандидат наук. Реле Бреслера всем релейщикам знакомо. Оно в свое время было слизано фирмой Вестенгаус, но от этого не умаляет достаточно разработчиков. Оно дало основу для развития многосистемных устройств религиозащиты, и много диссертаций и исследований проведено в этом работе. Чего стоят только работы во вне Фейста, он там целый трактатель. В области религиозащиты образовались отечественные производители. Я начну с Чуваксарских, это НПП Бреслера, то есть НПП ЭКРА, исследовательский центр Бреслера, можно назвать НПП Бреслера, системы ООО «Прософт Систем», московский ООО «Радиус Автоматика» и там разновидности механотроники и много других. В области проверки новых защит тоже появились отечественные производители, это НПП «Динамика», НЗУ-2 и «Марс Энерго». В области средств ВАМС, которые появились впервые на Западе, я должен сразу сделать маленькую оговорку, Россия впереди была западных фирм в области систем противоречной автоматики. Но ВАМС это следующий этап, где они были пионерами и нам пришлось знакомиться с их техникой, с возможностями всех производителей, там и АББ, и Швайцер и так далее. И в конце концов появились собственные фирмы, которые хорошие наработки в этом направлении получили. И уже на нашей конференции, слушая наши доклады, зарубежные специалисты отмечали, что мы продвинулись. К этим фирмам я бы отнес и РТ-Софт, Контениум, значит, и фирмы, работающие над цифровыми трансформаторами тока и трансформаторами напряжения. Контроллеры, проблема отечественных контроллеров, также решаются, сейчас появились контроллеры ПОДЭП, контроллер энергопромавтоматизации. Ну, есть достижения в области трансформаторов тока и напряжения. Хотелось бы отметить большую работу ОНТЦ ФСКС по созданию полигона цифровой подстанции. Они аккумулируют те достижения, которые получены в России, используют терминалы, созданные или интеллектуальные устройства, назовем их иначе, и созданные за рубежом, и обкатывают решения с использованием моделирующего комплекса РТДС, который за деньги ФСК в НИР поставил им и помог отработать эти системы. Активность в последнее время проявляет ООО «ЛИСИС», нужно отметить это, но со своим почерком построения цифровых подстанций. Мы рассматривали на прошлой неделе на техническом совете ФСК очередное раз это направление. До этого внимательно обсуждение провели на секции МТС Россети. Мы считаем, что все направления должны быть опробированы. Нельзя так бросаться из крайности за одно и другое, только это делать. Тем более, что есть и плюсы, и минусы у каждого из этих направлений. Особо я хотел бы отметить координирующую роль ООО «Системный оператор РТС» в развитии как противоречной автоматики, так и во внедрении систем векторных измерений на базе синхрофазоров. Причем в области противоречной автоматики, как показали даже коллоквиумы 2011 года в Лазанне, «У России лидирующие позиции». И неплохой доклад был сделан нашими представителями на конференции Сигра в 2014 году. Беглый обзор сделан по направлениям развития системы РЗА. Должен сказать, что мы ежегодно просматриваем достижения Сигра, докладываем о направлении развития, публикуем статьи, как в журналах, таких как «Электроэнергия передачи и распределения», так и в специализированном журнале «Релейщик» и в других журналах. Российский национальный комитет «Б-5», то есть Российский комитет Российского национального комитета, он является информационным спонсором журнала «Релейщик». Мы проводим как обзоры прошедших конференций и коллоквим, а также сессий, проводимых Сигра. Я уже говорил о том, что представители России во многих группах присутствуют. Сейчас будут новые группы, и мы снова приняли решение направить. Ряд положений, которые вытекают из мирового опыта и которые должны учиться в стратегии развития РЗА в России. Первое очень важное положение. Мы привыкли все время, что релейная защита выполняла свои автономные функции. На нынешнем этапе развития она интегрируется в единую систему управления, вместе с системой связи, свое большое влияние оказывает протокол или стандарт МЭК-61850. То есть она как-то перестает быть автономной. К этому вопросу мы вернемся, потому что во главе технической политики в России должны быть проблемы надежности. И как ее решать, я постараюсь немножко высказать свои взгляды на эту тему. Изменения, проходящие в энергосистеме, они, естественно, затрагивают и развитие релейной защиты. Сами эти изменения – это большая проблема для самого энергосистема, но без них невозможно. Мы должны передать больше мощности, мы должны обеспечить более устойчивую работу. Поэтому появляются новые предложения, не только там различного рода факции, это гибкие системы переменного тока, но и даже прежние решения, они приобретают новую окраску и новое развитие. Я имею в виду, например, мы в России имеем давний опыт использования продольной компенсации на линиях электропередач. Правда, всего на сегодняшний день это две линии, старая и новая, относительно новая, но опыт у нас имеется. Имеется у нас опыт вставок постоянного тока, вот тут как раз говорили, там мы решали проблемы преобразования переменного постоянного и обратного, влияние на систему защиты гармонийского, тогда большие исследования проводились, большие предложения. Немножко забегая вперед, скажу, что по защитам линий постоянного тока серьезные исследования проводились в НИИПТе с участием, это площадку они давали, а разработчиками были Московский энергоинститут и в НИИР. Мы проводили и разработали систему повышенной надежности, где впервые использовали принцип мажорирования не только, как говорится, по каналам, но и по принципам, полагая, что имея разные принципы, мы можем обеспечить надежную систему. Значит, сейчас по-прежнему основной задачей является задача обеспечения необходимого запаса устойчивости электронерической системы. Мы для этого должны иметь намного больше информации. Отсюда у нас появилась даже такая мы ее назвали информационная теория религиозащиты. И кафедра, которую я возглавляю, она носит название теоретические основы электротехники и религиозащиты. Это вот единственное. Когда говорили, что наших специалистов не считается, я не могу на такое сказать, потому что мне доводилось читать фундаментальные отчеты, видит ссылку на наши публикации. И самое главное, почти у всех, у таких сильных специалистов на Западе в качестве настольной книги является переводная книга теоретической основы электротехники, написанная Атебековой. Ключевое положение в эволюции технологии первичного оборудования. Мы говорили, что это переход от традиционных к нетрадиционным или по-западному нон-конвеншенному трансформаторам. Значит, серьезно является и обсуждаемой, где несколько впереди нас являются западные фирмы, это проблема обеспечения удаленного доступа и проблема кибербезопасности, которая сейчас, я считаю, что мы вот с учетом нового подкомитета, созданного здесь, и участия в контакте с западными специалистами, и самое главное, имея свой взгляд и свой почерк, добьемся хороших результатов. Мы провели заседание секции НТС Россети, где пригласили, на мой взгляд, одних из самых знающих специалистов и наметили программу действий, может быть, они отдельно могут быть, доложить, в порядке принятым. Алексей Антольевич Нибера. Значит, на базе РТ-софта создана рабочая группа, но по правильному предложению НТС РТ-софта возглавляет эту группу представителей Россетей, Зайцев. Значит, нам нужно усиливать мониторинг. Усиление мониторинга связано и с увеличением нагрузки энергосистемы, и с масштабным развертыванием интеллектуальных электротехнических электронных устройств. И теперь же можно говорить об экономических условиях, определяющих необходимых более полнее использовать активы в оптимальных режимах. Мы сейчас должны считаться с этапом развития распределенной генерации, которые наступают в России. Появляются научные статьи, я должен сказать, работа в этом, если вы возьмете журнал «Энергетик» номер один за этот год, вот моя спиранка, там хорошую, такую большую статью опубликовал на эту тему, мы рассчитываем, что появятся скоро и защиты диссертации в этом направлении. Ориентация в развитии релинной защиты сохраняется на интеллектуальные и многофункциональные устройства защиты. Это не значит, что все, что можно, хотя позволяет этот терминал, например, и современная реализация его, все функции вписать, но нам нужно подумать, как их распределить между устройствами, и этой проблемой занята научная общественность и так строится. Широкое использование стандарта МЭК в системе автоматизации – это неизбежный этап развития систем, не только защиты, но и все управления, всей, я бы сказал, энергетики. К сожалению, вот как показали последние общения с руководством МЭКа, уже намечается 45 стандартов. Это очень тяжело, чтобы плавать в этом море стандартов. Поэтому мы поставили своевременный вопрос по подобию Китая разрабатывать национальные стандарты. Вся беда еще стандартов МЭК-61850 в том, что сколько там представителей, каждый пытается свое решение в комиссии и получается в ряде случаев он не стандартизирует понятия, а позволяет. Можно так, можно так. В результате, например, могут оказаться нестыкованными устройства от разных производителей. Это очень важно. И создается целая компания по адаптации устройств одни к другим. А это работа нужна. мы на электромеханике на простых микропроцессорных защитах вынуждены были проводить большие исследования по стыковке защиты абсолютной селективности. А что дальше будет если, допустим, потеря выбора каждая фирма по-своему будет. Я в детали не буду сейчас отдаваться, но проблема есть. Но должен следствовать, что мы ее немножко видим заранее и сейчас уже работаем в этом направлении. Значит, задачи, которые не решены. Отсутствует комплексный подход к обеспечению надежности работы электронных систем. Дело в том, что по-настоящему серьезные работы в области надежности относятся к советскому периоду развития реальной защиты. Сейчас есть статьи, есть ссылки и так далее, но таких фундаментальных трудов нет. И самое главное, производители гарантируют, а проверять не проверяют. Ну все, 20 лет нужно. Нет, в ФСК сказал 25, время наработка на отказ. Хорошо, пишут 25 лет. Серьезных доказательств этому нет. появилась задача создания интеллектуальной электронных системы с активной адаптивной сетью. Здесь тоже немерено проблем, и мы начинаем решать. Первые работы были выполнены по заданию ФСК, но это только начальный этап. Работ здесь много. Микропроцессорная технология останется определяющей и в будущем на уровне присоединений значит естественное развитие идет в сторону увеличения технических возможностей элементной базы значит и как я уже говорил интеграция релейной защиты со средствами коммуникации создает новый этап развития релейной защиты. Совершенно новый подход. Появляются новые возможности, которые даже пересматривать идеологию систем защиты при многостороннем замере появились и статьи в этом направлении как я расскажу о себе. Ребуз. Значит функциональная интеграция не означает, что все функции должны всегда содержаться в одном устройстве. В зависимости от условий и требований функциональные возможности могут быть объединены по-разному. на практике функциональная интеграция означает, что в отдельных терминалах защиты распределяются дополнительные функции, такие как мониторинг, повышение точности измерения, ОМП. Мы, например, это покажем. Предполагается, что почти все устройства, в том числе используемые в распределительных сетях, будут обеспечивать быстрые интерфейсы связи. Но здесь задача без решения кибербезопасности решена не может быть. Прогнозируемые изменения. Здесь написано, я думаю, что мы должны основное отметить, что релейная защита должна предполагать адаптивную конфигурацию для встроенной оценки повреждений, для перестройки уставок, для подстройки к новому режиму, который возникает в сети с активными элементами. на новый уровень встал теперь мониторинг. Раз есть возможность использовать информацию, она должна подсказывать, куда нам двигаться. Оперативное управление, интеграция функций, системный инжиниринг, обслуживание системы, все это должно решаться с помощью МЭКа 61850. Отчеты и работы в этом направлении МЭК ведет. Я здесь быстро пробегаю, у меня очень большой доклад, поэтому извините. Значит, вот момент. Коммуникация между подстанциями согласно МЭК 61850 позволит реализовать систему защит линий с устройствами разных производителей, а также улучшенные схемы защиты и автоматики за пределами подстанции. Вот это такое пока декларативное заявление потребует большой и серьезной работы. Сейчас новые возможности появляются в связи с реализацией очень высокоточной синхронизации объектов, расположенных на разных расстояниях, на дальних расстояниях друг от друга. эта синхронизация используется и как для систем глобальных распределенных систем мониторинга у нас называемые, то есть на западе называемые системы ВАМС, так и разновидности ВАМС это ВАП, это защита, защита, то есть система защиты протекшн, управления ВАКи и автоматики. Мы появим в результате этого мы получаем еще возможности теперь уже интеллектуализацию спустить ниже к первичным элементам сети. В материалах недавно состоявшегося Конгресса СИКРА содержится предложение изменить требования к интеллектуальному электронному устройству. Этим занимаются все производители, в том числе и наши. направление развития РЗА раскрывает состав рабочих групп РГД действующих в раме Следственного комитета и предложены новые. Я говорил, что во многих группах мы участвуем, а сейчас предложены три группы новые. Использование технологий волновых процессов для реализации автоматизации это то направление, которое у нас давно развито и мы где-то впереди шагали. Может быть и шагаем еще. Сейчас здесь Владимир Федорович где-то присутствовал. Он должен подготовить статью для журнала «Велечик» немножко экскурс в историю развития нового принципа. А вообще в НИИР по разработке НИНА выполнял образцы еще много лет тому назад и устанавливал опытные эксплуатации. Следующая группа это оптимизация систем защиты автоматизации управления. Это чрезвычайно важное направление и конечно мы туда делегируем своего представителя. И возникает проблема которая у нас еще немножко условная но видимо к ней придем это проблема применения компенсации в энергетических системах в случае перекомпенсации линий. я должен сказать что включение элементов силовой электроники в наши первичные сети оно неизбежно повлияет и на принципы релинз защиты. Ну уже сейчас исследования показывают что вот эта традиционная фильтрация фурье к которой мы все привыкли в традиционном существующем устройстве микропроцентозащиты она возможно уступит место в данном случае фильтрации которая обеспечит быстродействие в условиях меняющегося сигнала. Это уже две лет преобразования и работа в этом направлении во всем мире ведутся и в России тоже. Направление развития систем РЗА значит отражает выполненный отчет. Я думаю сейчас их не буду перечитать одно только скажу что долго бился в закрытые двери и ФСК направляли список и в другие организации но сейчас в связи с созданием нового комитета Б-5 мы с Андреем Васильевичем согласовали список наиболее актуальных отчетов из этого перечня которые вы можете видеть и они будут переведены так или не так значит проблема кто редактировать будет но здесь придется работать значит ряд отчетов готовится не только в комитете Б-5 но и в смежном комитете вот например последний отчет руководство по методу численного анализа электромагнитных переходных процессов его применение к анализу перенапряжений это отчет выпустен комитетом С-4 мы его тоже в свою сферу действия включаем важнейшие проблемы РЗА как правило 2-3 выносится на сессии Сигра вот я говорил о сессии еще и о колокеум колокеум Сигра 2011 года он был характерен тем что рассматривались вопросы не только там противоречной автоматики где нам скажем не очень интересно было но и выносились проблемы защиты кабельно-воздушных линий электропередач то с чем сейчас мы сталкиваемся и работы в этом направлении актуализированы и надо их серьезно выполнять в России потому что там АПВ нельзя допускать при коротком сомкране на кабеле как различить где место там очень есть много проблем есть идеи часть работ выполнена для МАЭСКО но может быть это еще не совсем то что нужно работать в этом направлении я здесь и дальше даю анализ всех докладов но я думаю на этом можно будет сэкономить время поскольку этот анализ в книжке приведем вы сможете прочитать если что непонятно будет обратитесь ко мне но в отличие может быть от других мы сделали такой подробный анализ каждого доклада здесь и это вы сможете убедиться два направления было одно это усовершенствование систем защиты а второе по теме два это связано с ролью и значением протокола 61850 в рамках докладов которые были на Сигра был доклад от России там системный оператор представил доклад по централизованной системе противоречной автоматики часть докладов нам показалось несколько наивным например усовершенствование блокировок прекращений проблема которая волнует запад на наш взгляд у нас решена и хорошо решена в России сейчас уже например фирма ВВП прислушивается к нам и будут делать так мы к какому выводу пришли все время сравнивали принципы отечественные когда вместо блокировки был пусковой орган который пускался при аварии и не пускался при качании и принцип различия скорости при качаниях и при коротких замыканиях западный принцип так называемый дельта з дельта т для первых ступеней наш принцип больше подходит но мы тупо внедряя этот принцип выводили защиту потом на долгое время потому что реагируя на приращение мы должны запомнить это явление на большой дальше было предложение в частности НИРа которое реализовано нашими отечественными производителями это для первых ступеней использовать принцип пусковой каждый раз при возмущениях на время до 0,5 секунды пускать защиту но потом выводить а уже для медленно действующих ступеней для других использовать западный принцип дельта з дельта т я должен сказать что за длительный период эксплуатации неприятностей в этом направлении у нас не было сейчас ФСК потребовало чтобы модернизировал начали с АББ я думал что для других и до других дойдет дело и они работают уже над нашими принципами по типу который был когда-то КРБ-126 может быть дойдут и до приращения значит совместимость МЭК на информационном уровне это вызов для всех участников рынка это одна из тем так она звучала и рассмотрим профилирование МЭК требования и опыт с позиции конечного пользователя прочитаете об этом все вот темы касаются улучшения совместимости защиты я должен сказать что требования к МЭК они настолько сейчас возбудили отечественных производителей реализации МЭК что нам вот председателем программного комитета конференции Сочи поступил доклад типа а нужен ли вообще МЭК 61850 мы немножко изменили название этого доклада но решили вызвать дискуссию то есть один из производителей поставил так вопрос много интересных докладов будет представлено на конференции в России должен сказать в Екатеринбурге они потом это официально письмом председатель из Комитета Б5 Большого Сигра Парижа признал что уровень докладов нашей конференции настолько высок что они приезжают сюда не только делать доклады но и учиться у нас и поэтому поддержку нашло пока наше предложение которое окончательно утвердится в Китае во время осеннего коллоквиума о том чтобы провести в России коллоквиум 2017 года я докладывал об этом на сессии Сигра у нас конкурентами Индия другие разные страны были в области релинзощиты но пока все склонятся чем кончится не знаю Аюев написал письмо наш президент Сигра и оно пока поддержано это предложение хотя честно говоря предложение впервые пришло с их стороны я здесь в докладе перечисляю часть докладов которые будут представлены на нашей конференции на некоторых я хочу остановиться вот использование отказа устойчивой распределенной учительной системы для целей противоречного управления интересный доклад команда швайцера долезли каждый раз к нам приезжает с интересными докладами и вот совсем недавно я просматривал и одобрил доклад ЭКР особенности совместного использования устройств релейной защиты на основе стандарта и защиты с традиционными входными аналогами цепями то есть как защита такая статья в этом направлении будет опубликована в ближайшем номере журнала релейщика наш известный релейщик Капустин он сейчас в Семенсе работает в ООО в России они сделали интересный доклад системы автоматизации подстанций на базе многофункциональных микропроцессных устройств это тоже доклад заслуживает внимания мы его распределим на сессию 2016 предложен две группы тем вот мы с Андреем Васильевичем сегодня и завтра должны отобрать что же мы выведем из этих тем на обсуждение технического комитета РНК Сигра намечено порядка семи тем так да семь докладов по двум темам две темы и семь докладов я немножко остановлюсь на дополнительных материалах понимаете появляются новые возможности у терминалов даже теперь вот такая известная проблема которая у нас возникла может быть только наша проблема когда у нас перемены оперативные попадают на постоянные все удивляются как это в одном кабеле в одном кабельном канале это пропускает но эта проблема и вообще проблема дискретных входов может быть решена сейчас по-новому так ли нужно делать или иначе ну вот мы здесь сейчас предлагаем одну одну из возможностей когда мы входим дискретным входом определяем уровень сигнала и знаем это сигнал это замыкание или это значит ухудшение изоляции я обещал и хочу остановиться немножко на развитии информационной теории регулированной защиты цель регулярных методов объединения всей имеющейся информации для достижения определенных возможностей распознавания повреждений у нас уже наверно 13-14 человек один за одним в этом направлении работают защищают диссертацию молодые ребята и работа приводится к тому что теперь уже созданы обучающие системы то есть сама релейная защита в процессе эксплуатации изучает явления улучшает свои уставки если нужно дает рекомендации но самое главное мы имеем возможность более четко различать режимы которые мы условно назвали альфа и бета режим если традиционное понятие селективности говорит что значит селективность одной из свойств защиты которая заключается в том чтобы значит выявить повреждения на поврежденном участке и не 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 работать на неповрежденном немножко ужесточили это понятие это ни в коем случае не работать вне участка и вот этот момент решается наряду с задачами чувствительности и даже быстродейство потому что поскольку мы теперь все больше применяем аварийные составляющие этот момент решается за счет как раз использование информации о предшествующем режиме причем мы делаем несколько если например нет информации о предшествии ну тогда переходим к другому алгоритму в таком же направлении и фильтрация мы до конца не довели но мы делали три канала фильтрации самый простой фильтр это когда мы знаем что узнаем быстро что тяжелого сигнала нет а простой фильтр значит он никаких замедлений не вносит понимаете самый простой фильтр дальше и когда очень сложный фильтр там уже системы адаптивной фильтрации и есть арбитр который позволяет выбрать по какому каналу вести фильтрацию вы вы все получите презентацию посмотрите более внимательно на вопросы мы ответим далее задача стоит так сейчас все энергосистемы запада и мы сейчас к этому пришли к выводу что анализ новых устройств релинзощиты производят на системах моделирования реального времени мне довелось видеть в Корее систему состоящую из целого ряда панелей RTDS где замоделировано все что есть вы же вы тоже были там в Южной Корее это хороший путь но он немножко в лоб у нас вообще для России это невозможно поэтому мы решаем задачу эквивалентирования на первом этапе как правильно эквивалентировать сложный фрагмент энергосистемы в виде простого с тем чтобы потом уже этот простой фрагмент использовать для дальнейшего анализа значит мы должны для этого изучить особенность сложных имитационных моделей сложность вычисления должны понять и необходимость расчета большого числа режимов это вот эти актуальные задачи мы решаем с помощью эквивалентирования здесь вкратце показаны направления эквивалентирования связка параметров вывод эквивалентная модель более проста и имеет значительно меньше вариантов параметров использование исходной сложной модели происходит только один раз когда мы делаем эквивалентирование параметры эквивалентной модели хранятся Я сделал выводы. Стратегическое направление развития РЗА и противоречной автоматики должно рассматриваться в совокупности со смежными системами. Развитие релинной защиты и противоречной автоматики идет по пути реализации преимуществ и широких возможностей новой технологии, будущей за интеллектуальными и многофункциональными устройствами. Объединение РЗА и коммуникационных схем призвано в корне изменить как саму систему РЗА, так и ее роль в системе управления. Успешное внедрение умных электроэнергетических систем, глобальных распределенных систем мониторинга, защиты и управления требует решения проблем кибербезопасности. В этом направлении мы работаем. Отдавая оценку отечественному уровню и в сравнении с западом, можно сказать, мы говорим на одном языке, где-то мы более продвинуты, в области технологий безусловно продвинуты. Вот все, что я хотел доложить. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok